Продолжаем деловое утро на телеканале РБК. Итак, новое средство маркетинга осваивают российские бизнесмены. Компании по доставке пиццы предлагают клиентам необычную доставку. Заказ привозят по небу не курьера, а беспилотник. Предприниматели говорят, что на удешевление производства новый гаджет никак не работает. Только на имидж и рекламу фирмы. Беспилотники, игрушки, средства спасения или зарабатывания денег Эдуард Пунигов попробовал выяснить. 504 вызывает базу. Диспетчер. 504, я вас слышу, я вас не знаю. Сообщите, как? Они способны парить в небе почти без участия людей. Как правило, бесшумные, маленькие, легкие и даже немного смешные. Все это беспилотные летательные аппараты. В отличие от своих старших братьев, самолетов и вертолетов, беспилотники решают, казалось бы, скромные задачи. Но отказаться от этих аппаратов человечество уже не может. То есть я буду летать, вот так, вот где-то ветка ломаная, Андрюх. Ну, окей. Иначе нас домой зальет. Эти аппараты можно смело назвать самым безопасным видом транспорта. В самом названии основное отличие от самолетов и вертолетов. На борту беспилотника нет экипажа и пассажиров. Так что катастроф с человеческими жертвами быть не может в принципе. Полезная нагрузка гражданских беспилотников – это, как правило, камеры. Аппараты могут достигать мест, в которые человеку добраться не только сложно, но и опасно. Один из самых популярных видов беспилотников – коптеры. Своего рода мини-вертолеты, только с большим количеством винтов. Главное достоинство коптера – вертикальный запуск и способность почти неподвижно зависать в воздухе. Происходит в их канале. Вы представляете, в музее Пушкинск летающая техника. Вы можете это представить в другой стране мира? Не можете. А в Москве это возможно. А эти беспилотники напоминают скорее самолеты. У них, в отличие от коптеров, побольше скорость и дальность полета. Зато для разгона требуется большая дистанция. Главная задача беспилотника – это, конечно, наблюдение. Военные, полицейские, спасательные службы выгоду давно посчитали. Стоят гражданские беспилотники, в отличие от боевых моделей, в тысячу раз дешевле обычных летательных аппаратов. Например, за эту модель придется отдать примерно 2000 евро. Плюс экономия на топливе. Беспилотники, как правило, управляются электромоторами. Аппарат способен обнаружить врага или очаги пожара без риска для человека. А еще беспилотники полюбились режиссером и оператором. Довольствоваться только наземной съемкой они уже не хотят. В Москве даже впервые провели специальный фестиваль, так называемого «Небесного кино». Летали, снимали, я это все монтирую, делаю. И в какой-то момент это все начало популяризироваться, стало все больше и больше людей летать, снимать, неплохие ролики. Пришла идея, давайте соберемся и сделаем такое мероприятие. А потом из этого родился фестиваль, первый в России, а может быть вообще и в мире. Поначалу никто особо не горел желанием участвовать в фестивале. Режиссеров приходилось буквально упрашивать прислать свои фильмы. Первым откликнулся канадец Давид Этьен. Именно его работа сейчас на экране. За эту съемку он, кстати, получил победу в номинации «Самая сложная локация». Ну а дальше конкурсные работы просто посыпались. Жюри отобрало два десятка. Эти планы и новые технологии, которые дают коптеры, они помогают наиболее точно и тонко, глубинно раскрыть драматургию, идею, концепцию фильма, музыкального клипа, ролика, тизера, трейлера. В зависимости, что снимает режиссер или снимает та или иная группа. Это извечная задача, извечная мечта – человеку подняться в небо, увидеть себя от облаков, с неба. Вся собранная видеоинформация, как правило, поступает на землю в режиме реального времени. Плюс аппарат передает свои координаты и местоположения. Для управления используют обычный ноутбук и джойстик, наподобие того, что есть в игровых приставках. Но есть и полностью автоматические беспилотники. Они сами оценивают ситуацию и отдают команды элементам управления. Вам не понадобятся какие-то специальные навыки, чтобы использовать этот аппарат. Даже семилетний ребенок сможет разобраться с управлением. Беспилотник полностью автоматический. Вы контролируете его через обычный планшетник. За 2-3 минуты можно запрограммировать маршрут полета, а потом остается только запустить аппарат в небо. Ну что, давайте запустим, покажите, как он летает. Перед запуском стандартный предполетный осмотр. Сначала наклоняем аппарат на 60 градусов вперед, потом назад. Таким образом система проверяет элементы управления. Через 10 секунд двигатель раскручивает винт и старт. Вес этого беспилотника менее 1 килограмма. В авиации всегда действовал принцип «чем легче, тем лучше». Аппарат после выполнения задания вернется в точку посадки или улетит в другое место, если ему прикажут. Если погодные условия резко портятся, беспилотник может сам принять решение о посадке в удобном месте. В отличие от пилотируемой авиации, для запуска беспилотников не требуется никаких аэродромов или специальных площадок. Запустить такие аппараты можно откуда угодно. Впрочем, при всех достоинствах беспилотников они явно не смогут вытеснить самолеты и вертолеты. Стремление человека летать как птица сильнее даже инстинкта самосохранения. Ведь увидеть такое лучше не по телевизору, а своими глазами. Эдуард Пунигов, Иван Рогачев, Сергей Громов и Павел Харламов. РБК.